Меморандума взаимопонимания между Министерством энергетики Азербайджанской Республики и Министерством энергетики Кыргызской Республики о сотрудничестве в области энергетики. Заместитель приемления Министра Азербайджанской Республики Али Ахмедов и Заместитель Министра экономики и коммерции Кыргызской Республики Данияр Амангельдиев подписывает программу сотрудничества между Кабинетом Министров Азербайджанской Республики и Кабинетом Министров Кыргызской Республики на 2024-2029 годы. Аплодисменты Министр цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики Рашад Набиев и Министр цифрового развития Кыргызской Республики Нурия Кутнаева подписывают меморандум о взаимопонимании между Государственным агентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики и Министерством цифрового развития Кыргызской Республики по продвижению центров государственных услуг в Кыргызской Республике. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Министр юстиции Азербайджанской Республики Фарид Ахмедов и министр юстиции Кыргызской Республики Аяз Баетов подписывают соглашение о взаимодействии в правовой сфере между Министерством юстиции Азербайджанской Республики и Министерством юстиции Кыргызской Республики. Соглашение между правительством Азербайджанской Республики и Кабинетом министров Кыргызской Республики о сотрудничестве в области образования и науки. Начальник государственной миграционной службы Азербайджанской Республики Вусал Гусейнов и министр труда социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики Гюльнара Баатырова подписывают соглашение между правительством Азербайджанской Республики и Кабинетом министров Кыргызской Республики о сотрудничестве в области миграции. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Спасибо. Спасибо. Сегодня мы рады приветствовать нашего дорогого друга и брата Садыра Нургожевича Джапарова в Азербайджане с государственным визитом. Визит будет способствовать делу укрепления дружеских и братских отношений между нашими странами. Только что мы подписали документы, которые будут предопределять во многом будущее развитие наших отношений. Каждая из них представляет большую важность. Особо хотел бы отметить совместную декларацию, которую мы подписали с Адрием Нургожевичем. Повестка дня нашего взаимодействия достаточно обширная. Мы сегодня и в узком кругу, и в расширенном составе прошлись по основным вопросам нашего взаимодействия. Провели успешно второе заседание Межгосударственного совета. Мы сегодня заслушали информацию руководителей соответствующих ведомств и дали соответствующие поручения. Уверен, что визит и его результаты будут отчетливо видны в практической плоскости в плане укрепления нашего взаимодействия, роста товарооборота и сотрудничества по всем направлениям. У нас сложилась хорошая традиция совершать ежегодно взаимные визиты. Я был в Кыргызстане и в прошлом году, и в позапрошлом году. Также в прошлом-позапрошлом году Садыр Мургожевич посещал нас. У нас еще будет возможность встретиться в Азербайджане и летом в Шуше во время проведения неформального саммита Организации Тюркских государств. Также я пригласил Садыра Мургожевича в ноябре принять участие в международной конференции КОП-29. Каждая встреча важна и ценна и в плане укрепления взаимодействия, нашего общения, а также решения важных вопросов двустороннего сотрудничества, многостороннего сотрудничества. Азербайджан участвовал в качестве почетного гостя в саммите Совета сотрудничества стран Центральной Азии. Я был приглашен моими братьями и коллегами. Буквально недавно министр иностранных дел Азербайджана был приглашен на министерскую встречу глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии Персидского залива. Все это естественно, потому что Азербайджан с Центральной Азией связывает узы многовекового сотрудничества, дружбы, взаимодействия. И сегодня регион Центральной Азии, Каспия и Азербайджан, как часть Каспийского региона и Южно-Кавказского региона, представляют большую важность и в плане энергоресурсов, в плане транспортных путей, торговли. Здесь мы видим большой потенциал, а самое главное, мы укрепляем взаимодействие с нашими традиционными партнерами из братских стран. И среди них сотрудничество с Кыргызстаном имеет особую важность. Мне очень приятно, что мы активно сотрудничаем в торгово-экономической сфере. Сегодня позвучали цифры увеличения в разы товарооборота, хотя абсолютные цифры пока еще не очень велики, но тенденция существует к наращиванию потенциала. Сегодня также было подписано дополнение к соглашению об уставном фонде Азербайджанно-Кыргызского фонда развития. Мы увеличили уставной фонд в четыре раза с 25 миллионов до 100 миллионов долларов. И главная причина в том, что очень много заявок, было нам доложено более 40 заявок поступило в фонд для реализации инвестиционных проектов в Кыргызстане. Поэтому думаю, что 100 миллионов долларов – это тоже не предел. И мы дали совместное поручение соответствующим правительственным структурам с тем, чтобы побыстрее запустить механизм имплементации проектов в рамках совместного инвестиционного фонда. Но это не единственный механизм для увеличения товарооборота. У нас существуют и другие формы инвестиционной политики. И, как было сегодня доложено, уже началось строительство на берегу озера Иссык-Куль пятизвездочного отеля, финансируемого Азербайджаном, которое, как нам пообещали, будет готово к концу следующего года. Я хотел бы особо выразить благодарность Садырну Ружевичу за поддержку в деле восстановления и реконструкции освобожденных от купаций территорий. По инициативе президента Кыргызстана, Кыргызстан будет осуществлять строительство за счет своих средств средней школы в Агдамском районе. И завтра мы вместе посетим и Физулинский, и Агдамский районы и примем участие в закладке школы. Мы благодарны за такую братскую поддержку. Она имеет для нас очень большое значение. Мы также подробно сегодня прошлись по энергетической и транспортной сфере. И здесь наметили потенциал. Мы заинтересованы в инвестиционных проектах возобновляемой энергии в Кыргызстане. Что касается транспортной сферы, то и в Кыргызстане, и в Азербайджане осуществляются масштабные транспортные проекты, строительство железных дорог. И, конечно, уже сейчас надо начинать вести консультации по согласованию транспортных маршрутов в плане цифровизации, в плане тарифной политики, с тем, чтобы сделать маршрут через Каспий, в Центральную Азию, в Европу привлекательным не только с точки зрения расстояния, но и с точки зрения коммерческой привлекательности. Можно много говорить о формате двустороннего сотрудничества. Конечно, нельзя не вспомнить о том, что в эти дни проходят Дни культуры Кыргызстана в Азербайджане. Сегодня мы с моим коллегой будем участвовать в открытии памятника великого сына кыргызского народа Чингизаитматова в Баку, что является данью уважения его памяти, а также еще одним символом кыргызско-азербайджанского братства. Мы настроены продолжать активное взаимодействие по всем направлениям. Должен сказать, что вот те документы, которые были подписаны сегодня, это не все документы, которые подписываются. Еще часть документов подписываются в соответствующих государственных структурах. Поэтому мы также создаем прочную законодательную базу в наших отношениях. Еще раз, уважаемый Садыр Нургожевич, добро пожаловать. Желаю вам, всем нашим друзьям из Кыргызстана, хорошего пребывания в Азербайджане. Спасибо. 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 Уважаемые представители средств массовой информации, дамы и господа, прежде всего искренне признателен президенту Азербайджанской республики, уважаемому Ильхаму Гейдаровичу Алиеву, за приглашение посетить Азербайджанскую республику с государственным визитом. От лица нашей делегации выражаю благодарность нашим азербайджанским братьям за традиционно теплое гостеприимство и радушный прием. Мы рады в очередной раз побывать на благодатной азербайджанской земле и выразить свое восхищение прекрасным городом Баку. Мы радуемся успехам братского азербайджанского народа, который под руководством президента Азербайджанской республики, уважаемого Ильхаму Гейдаровичу Алиеву, уверенно строит свое светлое будущее и укрепляет азербайджанское государство. По итогам заседания были приняты решения, направленные на дальнейшее расширение двустороннего взаимодействия. Хотел бы подчеркнуть, что переговоры традиционно прошли в атмосфере дружбы, открытости и доверия, которые характеризуют братские связи между нашими странами. По итогам нашей встречи подписана совместная декларация об установлении углубленных отношений стратегического партнерства между Кыргызской республикой и Азербайджанской республикой. Подписание данного документа официально закрепляет установившийся на практике более глубокий характер двусторонних стратегических отношений. Мы обсудили перспективы работы Азербайджанского кыргызского фонда развития, затронули вопросы строительства азербайджанской стороной пятизвездочного отеля на берегу озера Исикуль, строительства кыргызской стороной средней школы в Агдамском районе. Строительство школы является вкладом Кыргызстана в дело восстановления мира в регионах, пострадавших от конфликта. Завтра мы планируем заложить капсулу перед началом строительства этой школы. Кроме того, была достигнута договоренность о проведении очередного заседания совместной Кыргызско-Азербайджанской межправительной комиссии по экономическому и гуманитарному сотрудничеству. Работа комиссии является эффективной площадкой для обсуждения и продвижения имеющихся вопросов с целью увеличения товарооборота между нашими странами. В ходе переговоров были обсуждены перспективы взаимодействия двух стран в вопросах развития международных транспортных коридоров, проходящих через Центральную Азию и Южный Кавказ. Сегодня мы подписали ряд двусторонних документов, направленных на дальнейшую тесную работу в различных сферах. Среди подписанных документов хотел бы выделить пятилетнюю комплексную программу развития сотрудничества между Кыргызской республикой и Азербайджанской республикой, которая будет использоваться в качестве базовой дорожной карты двустороннего взаимодействия на среднесрочную перспективу. Хотел бы также отметить подписание соглашения между Кыргызской республикой и Азербайджанской республикой об избежании двойного налогоблажения и предотвращение уклонения от уплаты налогов на доход, которое имеет важное значение для ведения взаимноэкономической деятельности хозяйствующими субъектами двух стран. Мы выразили удовлетворение взаимодействиям в культурно-гуманитарной сфере, что подкрепляется проведением на этой неделе в городе Баку Дней культуры Кыргызской республики в Азербайджанской республике. Выражаем глубокую признательность азербайджанской стороне за сохранение памяти о всемирно известном писателе, сыне кыргызского народа и тюркского мира, друге азербайджанского народа Чингазе Айтматове, памятник, которому мы планируем открыть сегодня в городе Баку. Мы обсудили предстоящие мероприятия на высшем уровне в рамках организации тюркских государств, которые пройдут в этом году в Азербайджане и Кыргызстане. Я поздравил уважаемого Ильхама Гейдаревича и, пользуясь случаем, поздравляю весь братский азербайджанский народ с получением права на проведение в текущем году мероприятия глобального масштаба 29-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Действительно, это важное событие, и мы искренне рады тому, что братская страна принимает у себя подобные крупные мероприятия. В заключение хотел бы подчеркнуть удовлетворение итогами сегодняшних переговоров и достигнутыми договоренностями. Они со всей очевидности демонстрируют взаимные стремления наших государств развивать тесные связи во всех сферах, всемирно укреплять дружественные отношения в интересах народов двух стран. Еще раз выражаю глубокую признательность президенту Азербайджанской республики уважаемому Ильхаму Гейдаровичу Алиеву за теплое гостеприимство и хочу пожелать народу Азербайджана мира и дальнейшего процветания. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!